МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Свою жизнь они посвятили детям. Сегодня в Беларуси отмечается День учителя. Безопасность под контролем. На следующей неделе начнут действовать новые правила автомобильных перевозок пассажиров. Новости небесной канцелярии. Мы узнали, долго ли продержится тепло, какие прогнозы дают синоптики и о чем говорят народные приметы. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Первое воскресенье октября в Беларуси – День учителя. Для каждого педагога этот праздник – один из самых важных. Это день для всех, кто ценит и уважает преподавательский труд. День, когда каждый спешит отдать дань уважения наставникам, которые вложили в нас знания и подарили частичку своей души. Марина Джалая побывала в гостях у учителей, которые всю свою жизнь посвятили любимой работе. Пообщалась и с теми, кто в избранной профессии делает первые шаги. Мы поздравляем с этим добрым и уважаемым праздником всех учителей Беларуси. Конечно, съемки отдельной программы достойны десятки тысяч педагогов. Герои нашего сегодняшнего сюжета – три учителя, которые представляют три поколения. Это профессор, доктор педагогических наук Василий Кухарев, директор Тарфа-Заводской школы Тамара Туникова и учитель истории средней школы номер 8 Гомеля Иван Веселов. Предлагаю познакомиться с ними поближе. 74 года трудового стажа, преданность профессии, постоянная жажда знаний. Николай Кухарев летом отметил 93-й день рождения. Пенсионером в полном смысле слова стал всего месяц назад. 31 августа попрощался со своим последним рабочим местом – Гомельским институтом развития образования. Здесь академик Международной академии акмеологических наук отработал 35 лет. Сначала был методистом, последняя запись в трудовой – заведующий кафедрой акмеологии. Учительствовать Николай Кухарев начал в 19, преподавал в начальной школе. Благодаря тому, что судьба свела его с талантливым научным руководителем, на всю жизнь увлекся исследовательской деятельностью. Стал автором свыше 400 научных работ. Создал свою научную школу. Рассказывая о самых радостных и приятных периодах трудовой жизни, профессор вспоминает частые командировки по необъятным просторам бывшего Советского Союза. Поскольку в Белоруссии я руководил республиканским семинаром по повышению квалификации специалистов, туда приглашали слушателей со всего бывшего Союза. Поэтому я сотрудничал многие годы, особенно с Казахстаном. Туда я выезжал в год до четырех раз. Недельные курсы проводил. Тюмень, Брянск, Смоленск, Ноябрь, Ноябрьск, Сыктывкар, Молдавия. Ее доброты хватает на всех. Каждого обогреет ласковым взглядом, доброй улыбкой и словами поддержки. Это о Тамаре Туняковой, директоре торфозаводской средней школы. Сейчас здесь учатся почти четыре сотни детей. Тамара Ивановна для них не строгий начальник, а вторая мама. Ее здесь не боятся, любят и уважают и школьники, и подчиненные. Ведь как еще объяснить тот факт, что из 40 работающих здесь учителей почти 30 – бывшие ученики Тамары Туняковой. Учительской династии, которой она принадлежит, 210 лет. Возможно, поэтому и выбор профессии был предопределен. Ведь еще в первом классе почувствовала, что здесь ее дом. Учителей глубоко уважала и мечтала получить от них как можно больше знаний. После школы Тамара Тунякова поступила в Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины. Получила диплом и пришла работать в Торфозаводскую школу. Почти четверть века преподавала. Последние 20 лет руководит. Знаете, даже вот смешно, наверное, зима. Раньше автобусы в деревню не доходили. Учителя добирались из города пешком. Ну, естественно, замело. Многие учителя не смогут доехать вовремя. Я ждала эту метель, чтобы вот просто-напросто замело. Почему? По той причине, что меня садили в класс, в начальный, это уже с пятого класса. И я там вела урок. Я читала им сказки. Я им рассказывала. И мне это так нравилось. Мне это так хотелось вот скорее, скорее, скорее вырасти и стать учителем. Историк восьмой школы Гомеля Иван Веселов из учительской семьи. Основная ветвь генеалогического древа осталась в России. Там преподавательскую династию Веселовых признали одной из самых продолжительных. Дети, а скажите, пожалуйста, а кто любит историю? Я. 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 А знают кто? Я. А десятки у кого? Я. Молодцы. Иван Веселов – историк во втором поколении. Этот же предмет преподавал его отец. В восьмой школе молодой учитель работает четвертый год. За это время успел вывести для себя рецепт успешного преподавания. Чтобы получить хорошие результаты, нужно постоянно заниматься саморазвитием. Интересную информацию, которую можно захватить детей, получает в интернете, книгах, интеллектуальных играх, путешествиях. Все исторические факты связывает с сегодняшней реальностью, делает свои уроки наглядными, понятными, интересными и, главное, современными. Качественная подача материала и следование современным тенденциям. То есть идти в ногу с детьми. Насколько легко заинтересовать этим предметом? Все, опять же, зависит от учителя, от подачи материала. И от подачи материала зависит любая наука. Любую науку можно сделать интересной. И история никогда не потеряет свой интерес. Именно так. Любой учебный предмет можно сделать захватывающим, интересным и любимым. После общения с героями сюжета осталось чувство благодарности и восхищения. Лекции Николая Кухарева заканчивались аплодисментами. Благодаря Тамаре Туниковой построено новое здание школы, а к ней в кабинет приходят, как в материнский дом. Иван Веселов за три года работы уже успел получить звание «Учитель года». А дети с нетерпением ждут урока истории. Поздравляем с Днем Учителя! Марина Джала, Валерий Копанько. Новости недели. Кстати, накануне Дня Учителя в Гомельской области назвали победителей конкурса «Педагогический Олимп». Имена лауреатов, а также подробности других важных событий недели в обзоре от службы информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В номинации «С творчеством через всю жизнь» отмечен преподаватель Гомельского государственного педагогического колледжа имени Вогоцкого Владимир Пархоменко. Первенство в номинации «Талантливый человек, талантлив во всем» присуждено учителю трудового обучения Петриковской районной гимназии Петру Стрельчене. Звание «Педагог-мастер» присвоено педагогу дополнительного образования Центра юных пожарных в Мозыре Алексею Бурунову. В Гомеле отметили лучших тренеров, которые подготовили победителей и призеров Республиканской спорта-киады школьников 2018. По результатам этих соревнований наша область набрала 965 очков и заняла первое общекомандное место. Среди победных видов спорта – плавание, женский футбол, бокс, гребли на байдарках, тяжелая атлетика, дзюдо и волейбол. По гранзаставе «Лоев» Гомельской пограничной группы присвоено имя Николая Сушанова. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. 75 лет назад, во время освобождения поселка, порторг-батальон 106-й Забайкальской дивизии, которая была создана из состава пограничников, одним из первых переправился через Днепр, организовал истребительные отряды и удерживал плацдарм до подхода основных сил, за что старший лейтенант был представлен к званию Героя Советского Союза. Кстати, всего в органах погранслужбы Белоруссии существует 13 именных подразделений. Гомельская область примет активное участие в пятом форуме регионов Белоруссии и России, который с 10 по 12 октября пройдет в Могилеве. Наши области, многие российские регионы объединяют тесные связи. Подписано более 20 договоров о межрегиональном сотрудничестве. Главная сфера – экономическая. 85-летний юбилей отметила Гомельское предприятие «Светотехника». Созданное в сентябре 1933 года для трудовой и социальной реабилитации инвалидов по зрению, оно и сейчас успешно выполняет эту функцию. За 85 лет «Светотехника» в своем техническом развитии прошла большой путь. Причем деятельность предприятия не прекращалась даже во время Великой Отечественной. Вместе с работающими инвалидами по зрению завод временно вывезли на Урал. Теперь на «Светотехнике» работают 260 человек, а еще 45 в Мозорском филиале. С учетом квалификации и физических возможностей работников на предприятии одновременно развивается несколько направлений производства. Гомельчане теперь могут пользоваться порталом 115.бел. Он создан для оперативной ликвидации проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За несколько дней платформа приняла около 240 обращений. На сайте размещаются фотографии с несанкционированными свалками, сломанными деревьями, любительскими граффити или незамененной вовремя тротуарной плиткой. Кстати, одними из первых активность проявили велосипедисты. Они проинформировали о необходимости ремонта некоторых велодорожек. 4 октября в Гомельской области начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях и гостиницах. Происходит это не одновременно, а постепенно и обычно требует несколько дней. Отопительный сезон в области стартовал 29 сентября, когда тепло начали подавать в социальные учреждения. На следующей неделе, а точнее 12 октября, вступает в действие новая редакция правил автомобильных перевозок. Обновленный документ опубликован на правовом портале Беларуси. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг, а также повышение качества и безопасности перевозок пассажиров. Впрочем, не исключено, что в первые месяцы после введения новой редакции между пассажирами и перевозчиками могут возникать некоторые спорные моменты. Наши корреспонденты проехали по гомельским городским маршрутам. Профессия водителя автобуса далеко не самая легкая. Автобусы выходят на маршруты еще до восхода солнца. Но смотреть на эту красоту некогда. В прошлом году автобусы «Гомель-Обл-Автотранса» перевезли почти 190 миллионов пассажиров. За 9 месяцев этого около 140. При этом, несмотря на достаточно напряженный график, водитель всегда должен выглядеть опрятно. Это требование, кстати, нашло отражение в новой редакции правил автомобильных перевозок пассажиров. Кабине автобуса находиться в домашней или спортивной одежде теперь нельзя. У нас разработана форма для водителей. И все маршруты, которые обслуживаются в международном и международном сообщении, водитель должен иметь особенно опрятный вид. Это связано с наличием белой рубашки или рубашки светлых тантонов. И обязательно брюк. Это в сезон. И, в принципе, водители мы переходим на обслуживание в таком режиме постепенно, по всем маршрутам, в том числе и городских. Что касается самих водителей, то идея находиться за рулем в рубашке и брюках понравилась не всем. Многие из водителей маршрута говорят, что летом отказываться от шорт не собираются. Водитель автобусов в этом вопросе менее привередливый. Вадим Ермольчик в профессии уже почти 20 лет и помнит те времена, когда костюм для водителей был обязательным. Я еще начинал, когда было, все помните, маршрут высокой культуры ездил. Нам давали костюмы тоже, есть же рубашки с коротким рукавом. И все, как бы, ну, меня не напрягает никак. Ездим нормально, все уже давно это. И вот со стороны оно же, в принципе, видно, да, приятнее, когда подъедет или сидит вот так вот там расстегнутый, лишь бы ученый или хорошо, красиво одет. Правильно? Говорят же, встречают почем? По одежке. Более спорным, чем необходимое соблюдение дресс-кода, даже специалистам кажется новшество, вводимое для пассажиров без билета. Если на руках нет проездного документа, приобрести его нужно у водителя. А поэтому входить в автобус необходимо только в переднюю дверь. По новой редакции доводы, что пассажир просто не успел пройти к кабине, как оправдательные приниматься не будут. Для маршрутов, где нет кондукторов, это может стать проблемой, особенно в часы пик. Поэтому мы обращаемся к пассажирам, чтобы этот пункт вытворяли не в жизнь, исходя из обстановки, которая на пассажирском пункте происходит. И если понятно, что 50 человек в первую дверь будут заходить, это будет связано с опозданием дальнейшего по графику движения. Поэтому пассажирам можно заходить, в том числе и в среднюю дверь. Но обязательно не забывайте оплачивать проезд. И в продолжение билетной темы. Новые правила уже не обязывают пассажиров при покупке билетов через интернет распечатывать их для предъявления водителю или контролеру. Среди предлагаемых вариантов приложить смартфон со специальным штрих-кодом к устройству в транспортном средстве. Правда, пока такой вариант выглядит достаточно фантастическим. На центральном Гомельском автовокзале с использованием интернет-билетов перевозят около 15% пассажиров. И советуют не спешить отказываться от уже проверенной практики. Вы приобретаете электронный билет в интернете, в принципе, на любом из сайтов, партнеров, которые действуют по Беларуси. Вам дается номер билета, либо номер заказа. С этим номером билета, либо с номером заказа вы можете пройти в любую кассу, вне очереди, предоставить его. И вам распечатают ваш полноценный билет, с которым вы можете совершить поездку. Так как есть трейсы, которые идут за рубеж, на границе могут потребовать билет полноценный на бумажном носителе. То есть для проверки каких-либо данных. Так как билеты на международные сообщения у нас считаются именными, то есть там указывается номер паспорта, фамилия, имя, отчество человека, который совершает поездку. Поистине головная боль всех транспортников – перевозка в салоне различных предметов. В период сельскохозяйственных заготовок пассажиры везли кто с ярмарок, а кто с дач, сотни крупногабаритных сумок, везер и мешков. По правилам исключения делаются для упакованного садового инвентаря, музыкальных инструментов в футлярах, детских колясок и инвалидных кресел. Однако на практике выполнить это требование достаточно проблематично. Люди не хотят платить, некоторые спорят по размерам. Это такой процесс, знаете, субъективно. Необходимо уже доказывать, что размеры превышают до 200 сантиметров, которые отрешены в правилах перевозок. Но, как правило, мы, как мы говорили ранее, эти процессы, мы стараемся не идти с людьми на конфликт и эти процессы сглаживать. Но людям тоже необходимо помнить о том, что за крупногабаритную багажную кладь необходимо платить. Многое в новой редакции осталось в прежнем виде. Например, всем понятна с детства обязанность уступать специально обозначенные места инвалидам, беременным женщинам, пожилым людям. Вместе с тем пассажирам запрещается курить, распивать спиртные напитки в салоне транспортного средства, а также оскорблять своим внешним видом или поведением общественную нравственность. Всяко бывает, и грубят, бывает и скандалят. Ну, стараешься, как бы так, если что-то на грубость, грубостью, конечно, не отвечать. Потому как, ну, сами понимаете, грубостью ответишь, а то спровоцируешь дальнейшую грубость и все. Больше ничего этим не добьешься и только так. Ну, порой приходится просто помолчать и, скажем так, молчишь и все. Приходится. Ну, а когда уже доходит до драк, бывали и драки всякое бывает, просто 102. Приезжает, не буду урать, звонил не раз, приезжали хорошо быстро. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. А теперь к новостям культуры. В Минске сейчас можно увидеть выступления артистов, представляющих сразу 11 цирков мира. На столичном манеже эффектные номера воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, а также трюки различных дрессированных животных. Напомним, на Гомельской арене сейчас можно познакомиться с уникальным творчеством представителей венгерского цирка. Оригинальные номера приглашенных артистов не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. В центре программы экзотический аттракцион с участием многотонных грациозных цирковых красавиц. Бегемот Алины и слонихи Майи. Куда еще отправиться за яркими эмоциями и впечатлениями жителям и гостям нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Янтарь, хоть и не драгоценный камень, но своей уникальной красотой покорил многие великие цивилизации. Он славится лечебными свойствами, а еще является своеобразным свидетелем величайших катаклизм и чудес Земли, летописцем ее истории. Пожалуй, одно из самых красивых, редких и необычных явлений палеонтологии – инклюзия, замирание жизни в янтаре. Благодаря уникальным свойствам самоцветов представители флоры и фауны доходят до нас сквозь миллионы лет в своем первозданном виде. Убедиться в этом лично сейчас можно, посетив экспозицию, которая открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей. Выставка «Доисторические насекомые в янтаре» в Беларуси представлена впервые. Она демонстрирует представителей фауны, которые жили на нашей планете 40-50 миллионов лет назад и застыли в самоцветах. Инклюзия – огромная редкость. Она встречается в одном камне на тонну добытого янтаря и стоит тысячи долларов. Во дворце Румянцевых и Паскевичей разместилось 30 инклюзов – в стеклянных пирамидах, оснащенных специальной подсветкой и системой линз. Только так можно детально рассмотреть жуков, пауков, термитов и других древних насекомых, дошедших до нас в янтаре. А в Гомельском областном музее военной славы открылась выставка артефактов времен СССР. На стендах – часы, телеприемники, документы, фотографии ушедшей эпохи. Особое внимание денежным купюрам разных периодов существования Советского Союза. Яркий акцент сделан и на духи, которые когда-то были очень популярны у советских женщин. Отдельное место отведено часам. Их на выставке не один десяток. По словам автора и коллекционера Валерия Гримашевича, часы – это время, которое необходимо ценить. И сама выставка – словно своеобразная машина времени, которая будет работать до 11 ноября. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена тем временем открылась выставка интуитивной живописи «Космос сердца». Ее автор – известная гомельская художница, картины которой выставлялись в разных странах мира – Светлана Колоскова-Чеплинская. Интуитивная живопись – это своеобразное средство спонтанного творческого самовыражения, которое не предполагает определенных правил и канонов. Все, что нужно автору – довериться своим чувствам, ощущениям, восприятиям и собственному внутреннему миру. На выставке в Гомеле представлено около 20 работ Светланы Колосковой-Чеплинской, повествующих о путешествиях души и творческого сознания мастера и наполненных яркими образами, которые дают свободу фантазии зрителям. Гомельская областная филармония на уходящей неделе торжественно открыла новый концертный сезон. На сцене общественно-культурного центра развернулся невероятный по красоте и зрелищности праздничный вечер, который объединил все творческие коллективы и учреждения. В большом концерте приняли участие и приглашенные российские артисты. В программе звучало музыкальное наследие отечественных и зарубежных композиторов, духовная классика, лирические романсы, популярные эстрадные и народные композиции. Все, чьим можно удивить, впечатлить и порадовать публику. Артисты Гомельской областной филармонии подарили зрителям по-настоящему грандиозное шоу, вдохновленное фантазией и мечтой. Чем порадует следующая неделя, расскажем прямо сейчас. В Гомельском дворце культуры железнодорожников состоится вечер органной музыки. Главное действующее лицо – дирижер, композитор, певец, лауреат международных конкурсов Валерий Шмат. Его концерты – это яркие, незабываемые путешествия в историю стран, эпох и жанров, с которыми неразрывно связан величайший король инструментов – орган. Музыкальный вечер будет проходить в сопровождении артистов камерного хора Гомельской областной филармонии под управлением заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. А тем временем во Дворце культуры Металлурга в Жлобине на следующей неделе состоятся концерты, посвященные Дню Матери. Нежные и ласковые самые и о чем мечтают мамы. Музыкальные программы вберут в себя проникновенные душевные композиции, демонстрирующие только самые нежные и трепетные чувства. С наиболее интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Погода поистине переменчива, как настроение женщины. Но в этом году она подарила нам целых 147 теплых дней. Это практически пять месяцев лета. Синоптики утверждают, что последний раз такое наблюдали в 1994 году. Учитывая, что осень в Беларусь пришла только в конце сентября, возможно, она также будет затяжной и затронет зимние месяцы. Какие прогнозы дают синоптики и о чем говорят народные приметы, узнала Евгения Кухаронок. Известно, что астрономическая осень начинается 22 сентября, в день равноденствия. В этом году она вступила в свои права ровно в срок. Но слишком уже резко. Температура воздуха за сутки спала с плюс 27 до плюс 16. Сланца с босоножками пришлось сменить сразу на ботинки и сапоги. Так началась золотая осень. Это второй подсезон поры. Ближе к его завершению обычно теплеет и приходит бабье лето. Время, когда еще можно погреться на солнце. И опять же осень 2018 оправдывает все ожидания. Начиная с этих выходных и до 14 октября белорусы смогут насладиться теплыми деньками. В Гомельском регионе воздух прогреется до 20 градусов. Нам, ежанам, повезло. А вот уже после покрова начнется глубокая осень. Здесь прогнозы могут иметь погрешности. Успешность прогноза на месяц 50-60%. Чтобы спрогнозировать погоду на один день, Гидрометеоцентру нужно проанализировать огромное количество параметров, собранных не только на месте, но и по всей стране и даже Европе. Материалом для прогноза являются фактические данные. То есть исходные данные состояния атмосферы приземного слоя в данный момент. То есть, проще говоря, какая в данный момент температура воздуха, давление, скорость направления ветра у Земли и по данным зондирования атмосферы. Без наблюдений, без этих данных ни один прогноз, в том числе и численный, невозможен. Синоптики собирают данные каждые три часа круглые сутки. И самым интересным предметом исследования для них является как раз-таки аномальная погода. Метеорологи также отмечают, что основная их задача – не погоду предсказывать, а предупреждать население о неблагоприятных и опасных явлениях. Сообщения о приближающейся природной аномалии оперативно рассылаются по многим службам и организациям. МЧС во все райисполкомы рассылается. Это коммунальщикам, УВД, все службы, которые могут как-то среагировать и как-то попытаться помочь смягчить последствия организаций разные, которые заинтересованы в этом, транспортники, строители. Со стопроцентной точностью можно спрогнозировать рождение и убывание Луны. Погода не такая, она изменчива. И все же, чтобы попробовать предугадать, какая будет в этом году зима, обратимся к народным приметам. Посмотрим. Теплая осень к долгой зиме. Возможно. Если орехов много, а грибов нет, зима будет снежная и суровая. Тут можно поспорить, и грибов в этом году много, и орехов урожай хороший. Чего ждать, непонятно. Много паутины на бабье лето к ясной осени и холодной зиме. Эту примету оставим для наблюдения, ведь тепло только пришло. А вот если гром прогремит в октябре, зима пройдет бесснежно. Все это можно взять на заметку. Тем временем мы решили обратиться к народному любимцу за прогнозом на день завтрашний. Наша съемочная бригада заглянула к знаменитому саму Семе. Он опытный предсказатель погоды, а по совместительству может рыбакам спрогнозировать клев или его отсутствие. Расшифровать его прогнозы очень просто. Когда погода солнечная, безветренная и изменений не предвидится, Сема с аппетитом съедает своих любимых окуньков и карасиков. А вот если погода меняется или надвигается дождь, предсказатель объявляет голодовку и залегает на дно. Не хочет? Наше заключение – быть дождем. Но с такой теплой погодой несколько капель с неба настроение не испортят. Сема гарантирует. Евгений Кухаронок, Игорь Морищенко. Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.